Твою историю Добрый день всем! Мы сейчас прослушаем рассказ Ромы из Красноярска. Он написал свою историю о шоколадном городе. Ромочка, начинай, дорогой! Однажды я проснулся и увидел, что все вокруг шоколадное. С тех пор люди в моем городе никогда не голодали. Этот город стал коричнево-белым. Когда шел шоколадный дождь, шоколада становилось больше. Когда было жарко, шоколад начинал таять и дома рушились. Люди очень быстро строили новые районы. Когда было холодно, шоколад был твердым. Летом был дождь из темного шоколада, а зимой молочный шоколад покрывал улицы. Осенью с деревьев слетали плитки шоколада, которые ломались. Я очень люблю шоколадный ветер, потому что в городе становится больше шоколада, и его можно есть. Молодец! Спасибо! Твоя история «Шоколадный ветер» принята, и я ее передам деткам. Рома, ответь такой на вопрос, маленький. А как тебе удалось такой вот рассказ составить? Тебе было тяжело? Нет, я просто его сочинял. А как у тебя сначала приходит мысль или картинка? Как это у тебя вот произошло? Мысль первая. Сначала мысль, а потом картинка, да? И все закрутилось. Да. Ну все, давай, пока, счастливо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо за урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok